Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Спасибо большое за то, что мы вместе. Спасибо вам за то, что подписываетесь. Руслан Бортник, политический эксперт, политолог. Со мной на связи прямо сейчас. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Руслан, начать я хочу с неожиданного и такого радостного в российских соцсетях, ну вот такого момента радости, что ли, после контрнаступления на Харьковщине в СССР, все теперь радуются ударом по критической инфраструктуре Украины. Говорят, что офис президента, киевская власть была к этому готова, но несмотря на то, что там многие ракеты сбили, часть из них достигла своих целей. Это изменение вообще стратегии Путина вести войну против Украины? Ну, радость, это понятно. Это, конечно, радость ненормальная абсолютно, но хоть как-то отомстить Украине в этой ситуации. Но я не исключаю, что действительно Россия сейчас перейдет к более тотальной стратегии, как они говорят, в войне в полный рост, к разрушению энергетических объектов. Хорошо, что это сентябрь. И хорошо, что они не сделали это в феврале, во время первого нападения, начала нападения. К разрушению мостов через Днепр. При надлежащих усилиях любой мост можно разрушить. Полностью защитить его невозможно практически. И просто к созданию ситуации гуманитарной катастрофы в Украине. Понятно, что Россия убедилась, наверное, за первый период войны, что достигнуть победы чисто военным путем в ближайшем обозримом будущем не удастся. И вообще вся операция, все СВО с украинским контрнаступлением под Харьковом уже, можно сказать, полностью провалилась. Хотя война продолжается, но спецоперация, специальная военная операция, как это анонсировал Кремль, она уже однозначно провалилась. Уже каких-либо результатов в таком режиме, такими ресурсами, такими силами, такими инструментами Россия не сможет достигнуть. Поэтому Россия будет искать выходы и внутренние, и внешние из этой ситуации. Потому что все же это украинское контрнаступление, оно нанесло огромного удара по репутации российской власти внутри государства и извне. Извне понятно, почему Россия умеет все меньше и меньше бояться и все меньше и меньше уважает нынешней ситуации. А внутри государства, потому что возникают линии разлома дополнительные между ультрапатриотами и властью, с одной стороны, и между пассивным большинством и властью, с другой стороны. Но если ультрапатриоты требуют каких-то решительных действий в отношении Украины, тактических ядерных ударов, разрушения инфраструктуры, поражения каких-то лидеров Украины, каких-то абсолютно всеобщей мобилизации в России, требуют тотальной войны, то пассивное большинство, инфантильное большинство россиян, которые отображаются только в социологии, оно вдруг увидело, что разница между пропагандой, между информационной политикой и реальным положением дел. Оно увидело, что российская армия и российские ключевые политики, государственные управленцы слабы или не так сильны. Для пассивного большинства сегодня разбиваются завышенные ожидания, которые сформировали российские медиа и в отношении атаки на Украину, и в отношении вообще роли и места нынешней России на глобальной карте. И вот это для одних это разбитые надежды, разбитые ожидания, для других это предательство или глупость тотальная, или слабость. Все это формирует в России достаточно сложный букет эмоций и политических настроений, в котором в конечном итоге может свалиться какое-то оппозиционное движение. Да, пока что это оппозиционное движение не будет, я вам скажу, проукраинским на нынешнем этапе. Оно, скорее всего, будет еще более антиукраинским на нынешнем этапе. Но мы же знаем, что главная проблема или главная задача в войнах на истощение – это разрушить стабильность внутри противника. А кто придет к власти уже потом, по большому счету неважно, но эта власть может выпадать и падать из рук в руки несколько раз во время периода нетурбулентности. Но главное – разрушить стабильность, которая обеспечивает противнику возможность воевать. Вот как пока это можно оценивать. Руслан, о стабильности. В Белгороде школы, ряд учебных заведений и других, автовокзал эвакуируют. Есть там сообщения, минирования, и, соответственно, Белгород становится такой обсуждаемой территорией. В каком плане? В плане того, что украинские вооруженные силы уже на границе государственной с Белгородской областью. Как вы думаете, на ваш взгляд, вот сейчас Белгород под прицелом? Скажем, сложно мне ответить, но я обращаю внимание на… Не то, что сложно. Я не могу, не хотел бы давать бесплатных советов тут, и я в то же время не хотел бы провоцировать какие-то негативные тенденции. Но, скажем так, обращаю внимание на вчерашнее или позавчерашнее заявление секретаря СНБУ Украины господина Данилова, который заявил о том, что украинские солдаты остановятся там, где закончится украинский интерес. Видимо, вчера, в одной из самых популярных шуток в украинском сегменте интернета, была шутка о том, что… Украинские солдаты, слушайте, пожалуйста, на каком языке говорит противник. Если слышите уже китайскую речь, вот тогда надо останавливаться. Ну, вот такая шутка очень популярная была в сегменте украинском. Я к чему это говорю? Что, конечно, потенциально сегодня для Украины, в то же время военной, выгодно переносить войну на территорию России. Потому что будет разрушаться российская инфраструктура, российское общество будет паниковать, оно будет терять доверие к власти, ну, будут наступать турбулентные процессы в России. Но есть одно большое но. Дело в том, что это создает повод для России для применения ядерного оружия. И я думаю, что любой перенос каких-либо сухопутных операций на территорию России, против него будут выступать сегодня западные партнеры. Работа, взаимные обстрелы, работа диверсионно-разведывательных групп, какие-то вот такие вещи, они будут идти параллельно постоянно. Но если мы говорим о захвате каких-то территорий России, или заход на какие-то территории России, полноценных вооруженных сил, я думаю, что Украина с этим пока не будет спешить. Это возможно в случае полной дестабилизации России, но пока не на данном этапе все же. Хотя горизонт, мы видим, горизонт целей, горизонт желаний Украины расширяется. Нам важно сейчас понимать, что мы провели очень эффективное контрнаступление. Первое за весь период войны, потому что то, что было в Чайлигове, Сумах или под Киевом, все же нельзя считать контрнаступлением. Российские войска выходили не под ударами украинских войск, а самостоятельно выходили из этих территорий. Это же, наверное, является маркером того, что Украина перехватывает стратегическую военную инициативу, и теперь она будет определять, где и в каком месте будут, и в каких силах, и в каком времени будут разворачиваться тейтельные сражения. Российская малочисленная армия в таких условиях она будет чувствовать себя еще на многом худшем положении, поскольку если эта малочисленность позволяла маневрировать резервами в условиях, когда российская армия владела военной инициативой, концентрировать какие-то резервы, пытаться наступать, то, находясь в обороне, необходимо растаскивать силы по всей длине фронта, и с теми малочисленными силами тебе все равно будет сложно парировать, угадать, предопределить направление главных ударов. Кроме того, мы видим, что украинское контрнаступление уже фактически сорвало проведение референдумов. Хайнер, Харьковская народная республика, прекратила свое существование, в кавычках, конечно. В Херсоне и Запорожье референдумы отложены в силу ее активизации боевых действий. Кроме того, украинское контрнаступление очень бьет по пророссийским настроениям на захваченных украинских территориях. Те люди, которые колеблись, те люди, которые уже начали адаптироваться к жизни под Россией, сегодня понимают, что Украина может вернуться и вернуться достаточно быстро. Кроме того, это самое важное, это контрнаступление, оно очень серьезно повлияет на параметры военной и финансовой помощи Украине уже на следующий год. То есть это контрнаступление, оно привело к усилению военной и финансовой помощи для нашей Украины на следующий год, в чем не было стопроцентной уверенности, потому что если бы не было уверенности в том, что Украина эффективно обороняется, и Запад рассматривал как очень вероятный и главный сценарий военного поражения Украины, тогда он начал бы ресурсы экономить больше для себя, создавать новые линии обороны по западным границам Украины. Сегодня же украинский контрнаступление демонстрирует, что Украина может победить, и западные партнеры Украины концентрировали финансовые и военные ресурсы Украины. В то же время у нас не должна, мне кажется, Украина не должна кружиться голова успехов в этой ситуации, потому что, несмотря на очень успешное контрнаступление, война продолжается, и нам может идти еще очень долго эта война. И риски вот такого же гуманитарного характера, инфраструктурного характера, риски новых витков эскалации, они продолжают увеличиваться. Потому что российское руководство сейчас будет вынуждено искать механизмы компенсации этого поражения и с точки зрения внутреннего общественного сознания, международной репутации, и с точки зрения удержания власти. Что это будет? Это будет зачистка военных. Обратите внимание на Стрелкова, который мочит военных нещадно. Под крылом структуры, которую возглавлял в свое время Путин. То ли это будет зачистка вообще партии не войны. В России сейчас есть партия войны и партия не войны. Партии мира нет практически, но есть партия не войны. Людей, которые там всяких, условно говоря, бывшей команды Чубайса, Миллеров, всяких недолибералов, людей, которые в крайнем случае поддерживали широкие экономические отношения с Западом. Вот их под эту марку могут зачистить, и наоборот Путин может использовать ситуацию для такой внутренней контрреволюции. То есть полностью сбросить вот эти остатки либерального окружения и перейти в такой реализационный режим управления. Мобилизация всеобщая в России. Подавление региональных элит, кстати, под эту марку тоже может быть абсолютно сделано, которые создают потенциальные проблемы для Москвы. Ну и, говорю, остается вопрос, всегда остается угроза применения тактического ядерного оружия. Руслан, в CNN Зеленский дал интервью и заявил, что он не приемлет вообще языка ультиматумов, говорил о том, что мы, конечно же, соседями останемся, но мы будем идти до конца, имеется в виду до границы 91-го года. Это Резников озвучивал тоже в интервью западной прессе. И все бы ничего, вроде бы как ничего нового, президент Украины не сказал, но сразу же, фактически там часы, и публично отвечает на эти слова Зеленского Дмитрий Медведев, который говорит о том, что это еще там типа разминка, а не ультиматумы. Главный ультиматум будет впереди, это капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации. Очень интереснейшая вот эта заочная, скажем так, перепалка президента действующего Украины и президента прошлого Дмитрия Медведева, особенно в разрезе того, что Эрдоган заявляет, что в Узбекистане 15-16 встреча у них с Путиным по зерновой сделке, он будет продолжать лоббировать переговоры между Зеленским и Путиным. Да и вообще, вот этот выпад Медведева на фоне, конечно же, бегства, потому что это, ну, когда оставляют, бросают технику и быстро-быстро пытаются, это неорганизованное, скажем так, отступление, как его преподносит Министерство обороны. Что это значит? И готовится ли, ну, условно, там, реванш за Харьковщину со стороны Российской Федерации? Смотрите, ну, тут тоже, Александр, надо понимать разницу, потому что неорганизованное отступление это когда тысячи пленных и тысячи убитых на полях. То есть в данной ситуации Россия, вот под Харьковом Россия получила огромное поражение, но избежала катастрофы. Представьте себе, что если бы нам удалось взять в плен эту группировку, там ее по самым скромным оценкам 10-15 тысяч человек она была, может быть, больше даже. А еще с учетом местных коллаборантов, понимаете, какая была бы картинка, тогда бы вопрос, наверное, освобождения Азова не стоял бы, пленников Азовстали не стоял бы сегодня на повестке дня, он уже реализовывался. Поэтому, да, это было бегство, да, это очень серьезное военное поражение уже оперативного уровня, даже не тактического, а оперативного уровня. Но Россия, российское руководство пыталось избежать катастрофы, которая, в принципе, могла бы определить ход войны. То есть полное окружение этой изюмско-славянской группировки или блоклейской группировки, оно могло бы привести просто к окончании войны, к принятию России, наверное, украинских условий или к новому витку какому-то резкому витку эскалации, к чему-то другому. Это мог бы стать переключательным. Поэтому все же тут есть разница. Что касается обмена заявлениями, сегодня Украина требует от России капитуляции, и Россия требует от Украины капитуляции. Но если Россия требует от Украины капитуляции первого дня войны, то Украина начала требовать от России капитуляции где-то два последних месяца. По большому счету после отхода войск под Киева это мнение все больше и больше укреплялось. Для России границы 1991 года это отказ от Крыма, это изменение своей конституции, это капитуляция государства Путин. Переобустройство Российской Федерации. Для Украины, конечно, принятие требований в отношении Крыма или Донбасса российских, еще в последнее время добавляли Херсон, это тоже капитуляция. Обмен требованиями капитуляции просто показывает, что каких-либо переговоров в ближайшее время не будет. И переговоры возможны только технологического уровня, на уровне обмена захваченными лицами погибшими, переговоры возможны на уровне глобальных экономических интересов. Зерновая сделка, мы видим, что Россия демонстрирует готовность ее не продлят. она в ноябре уже заканчивает свой срок своего действия. Россия пытается торговаться. Ну и сейчас возникает вопрос в отношении возможного экспорта металлов, прежде всего металлических руд и металлолома из Украины, потому что металлические комбинаты нормально не работают по большому счету. Ну и возможно еще какие-то такие кластерные сделки, когда в этом заинтересованы все стороны, а саму сделку активно лоббируют глобальные финансовые круги, экономические круги. Что касается Эрдогана, главная задача Эрдогана остаться сегодня главным переговорщиком, посредником между Украиной и Россией. Его к этой роли очень серьезно ревнуют. Недавно президент Франции даже заявил о том, что вы же не хотите, чтобы Эрдоган был единственным переговорщиком между Украиной и Россией. Ну и для этого он постоянно делает такого рода заявления. Я думаю, что какие-то переговоры политического характера вряд ли возможны ранее ноября. Возможно, во время саммита Большой двадцатки или они возможны только в случае какого-то кардинального перелома на фронтах. То есть военного перелома, который ставит под знак вопроса вообще существования Российской Федерации или Украины как государства. Вот тогда такие переговоры снова будут возможны. В конце концов, в таких условиях они начинали в свое время. Как только эта угроза для существования государственной сети прошла, эти переговоры были прекращены. Руслан, на Донецк готовится наступление вооруженных сил Украины. Небольшая, скажем так, паническая атака в местных донецких пабликах о том, что уезжают, технику бросают, и бензина не найти на отдельных заправках. Пушилин, правда, пытается включать антикриз и говорить, что я не уехал, вот он я, посмотрите, вечером в центре Донецка, вот сзади меня памятник, не верьте фейкам. Это с одной стороны. А с другой стороны, официально Министерство обороны Российской Федерации вот это вот это бегство назвало передислокацией так называемое ДНР. То есть мы оттягиваем силы туда и будем обеспечивать собственно цель спецоперации восстановление границ вот этой самопровозглашенной и признанной Российской Федерацией республики. Ожидать, что полыхнет нужно на Донбассе, как вы видите ситуацию? Ну, смотрите, скорость врушения так называемой ХНР, она, конечно, привела к паническим процессам и в Донецке, и в Луганске, и в Херсоне, и в каком-нибудь Бергянске, потому что многие посмотрели, что то, что казалось каким-то уже там окрепшим под защитой российских войск может прекратить свое существование за три дня. В целом Россия очевидно, явно, это говорят все военные, с которыми общаюсь, не хватает сил. По всем направлениям, даже там, где Россия наступает, она, скажем так, численность вооруженных сил имеет меньшую, нежели Украина. Только там по очень узким участкам, где совсем будут сконцентрированы силы для прорыва. России не хватает сил, и мы видим, как эта спецоперация скукоживается. Скукоживается, как шагриневая кожа. Напомню, что в первые дни войны Россия вошла на территорию Киевской области, Житомирской, в Сумской, Черниговской, на юге российские войска дошли до Одесской области, фактически полуокружили Николаев, и серьезно прошлись дороги в центральные области Украины. Сейчас оно скукоживается, 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 мы видим, что боевые действия теперь концентрируются преимущественно на территории Донецкой, Луганской, частично Харьковской, но совсем мало. Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, Николаевской областей. Вот такой процесс идет в силу исчерпания ресурсов. Та группировка, которая вторглась в Украину, даже с теми резервами, которые она получала все это время, она свои ресурсы похожи, что практически исчерпала. И не хватает ни людей, ни качественной техники, и этот процесс может продолжаться. И мы видим, например, сообщение по Херсону, скорее всего, это правда в отношении того, что российские войска отступили на Херсонском направлении ближе к Днепру, ближе к своей артиллерии, пытаясь сузить, сократить линию фронта для того, чтобы насытить свои порядки войсками, которых стремительно не хватает. Россия не успевает в этой части, потому что более ранняя мобилизация в Украине привела к тому, что Украина быстрее и в большем количестве готовит войска, а западный ленд-лиз позволяет их достаточно неплохо и эффективно вооружать. И Украина в этой гонке резервов явно опережает Россию и, может быть, и потому, что мы, первое, на своей земле, а во-вторых, может быть, потому, что Украина воевала 8 лет. И те или иные моменты мобилизации, мобилизационной политики в сфере управления вооруженными силами не всегда присутствовали. Но вот Россия проигрывает эту гонку резервов, и если этот тренд будет продолжаться, то действительно Россия может к ноябрю потерять и многие остальные другие территории, которые она сегодня контролирует. Ну, то есть Донецк вполне себе нормальная цель. Донецк, Луганск вполне себе доступная цель, возможная цель сегодня для если Россия не, ну, если не будет заморожена война, не будет какая-то объявлена всеобщая мобилизация, кстати, это тоже интересный вопрос, вчера говорил с одним коллегой военным нашим, он говорит, передайте, пожалуйста, этим диванным экспертам, которые рассказывают о том, что Россия не будет провести мобилизацию, потому что не может, что они, мягко скажем так, не правы. Если мы можем провести мобилизацию, то они тоже могут провести мобилизацию. и то, что мобилизация приведет к свержению Путина, возможно, приведет через пару лет, но не раньше. Тоже надо понимать, что? Лет. Лет, 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 да. Поэтому посмотрим, как сейчас Россия будет парировать все эти вещи. Конечно, обрушение Харьковской очень нанесло серьезнейший удар, серьезнейший удар по российской армии, российской политике, по главному, по ядру российской государственности речь идет, конечно, о силе, о таком демонстрации силы, о ощущении силы, которым живет российское общество. Руслан, о военных, о наших. Есть там разные сливы, инсайды, что Александр Сырский, это человек, который командовал операцией по освобождению Харьковской области, на него будут делать, собственно, политики, да, у руля государства ставку, чтобы, мол, там, лавры за луж там и не достались, потому что есть, несмотря на последнюю там, разрядку, все равно остается какая-то политическая ревность к главнокомандующему, более того, есть версия, что этого Сырского, собственно, и назначат вместо залужного главкомом. Вот это непосредственно ваша, как бы, территория, ваш хлеб, да, то, что происходит в политике, и пускай даже такой военно-политической обстановке, что думаете? Ну, знаете, Александр, хлеб, конечно, хлеб, но я еще четыре года, два созыва, был одним из, был заместителем, первым заместителем и был руководителем комитета Общественного совета при Министерстве обороны Украины, и я достаточно неплохо, я неплохо достаточно понимаю, что происходит в воинской среде. В свое время я поступал в военный вуз Украины, но не поступил, потому что, ну, так, не допустили меня как заново по одному из параметров. и поэтому я хорошо понимаю и военные дела достаточно, но если говорить о военно-политических делах, то, мне кажется, эта история с Ирским, во-первых, это заслуженная история, этот генерал явно, ну, как бы, заслуженно сегодня его хвалят, его благодарят за очень эффективное наступление на Харьковском направлении, но не только. Действительно остается впечатление, что заложенному дают сигнал, что слишком любая игра в политику, условно говоря, или слишком широкая общественная популярность может привести к тому, что главнокомандующим вооруженными силами Украины может стать другой, тоже популярный человек. И мы же видим, что конфликта между президентом и верховным главнокомандующим я не наблюдаю, но какие-то элементы, но конкуренция политическая в будущем после войны между ними практически неотвратима. если война закончится, когда война закончится, то исходя из нынешней инерции и инертонного сценария, то только заложный, наверное, сможет ставить политическую конкуренцию на президентских выборах Зеленского. И я не исключаю, что таким образом дают понять или готовятся к тому, чтобы поменять заложного, который позволил бы забыть о нем до выборов еще. Кроме того, насколько я слышал, говорят о том, что заложного могут отправить на синий кур и на повышение. Помните, не помните, наверное, есть такой принцип политики, особенно в советское время применяется, но не только. в Британии, в Америке тоже применяется, когда человек, который неудобен чем-то, но снять его нельзя, потому что он популярен, заслужен. И вот говорят якобы на повышение, на должность, которая не имеет полномочий или имеет меньше полномочий, или должность, которая находится в регионах. говорили о том, что заложного могут назначить, например, министром обороны, то есть отобрать у него войска и возложить на него функции административного управления, а там много вопросов, мы же знаем, закупки, деньги, тендера, там очень много токсичных вопросов, которые могут отравить жизнь любого политика Украины, которая работает на этой должности. Если в раскрутке этого нового генерала-политика сложно сказать, но я не исключаю, что в будущем эта политика может появиться и мы можем увидеть еще несколько главнокомандующих вооруженными силами Украины до конца этой войны. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки этому видео, конечно, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу вышеуслышанного, нам очень интересно, что вы пишете и все комментарии, они публикуются, я ничего не удаляю, если удалилась система, то означает, что, ребят, просто надо быть культурнее, да, и давайте вообще уважать друг друга в комментариях и, скажем так, по существу обсуждать все вышеуслышанное. Руслан, финальный вопрос нашей встречи, он с отсылкой на Христа Грозева, который по его имеющимся данным говорит, что Путин приказал готовить там очередной ЧВК, да, для того, чтобы все полыхнуло в октябре, в октябре, в октябре, когда, собственно, по официальным данным Путину будет 70 лет, ну и, собственно, вот, скажем так, главная жесть, самая страшная, вот, говорит Грозев, ожидается в этом месяце. Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но, исходя из того, как все происходит сейчас и из того, что вы излагали выше, можно подтвердить или опровергнуть вот эти высказывания и такой прогноз Грозева? Я не думаю. Я думаю, что полыхать будет все время, а наиболее такой период предфинальной битвы будет, скорее всего, февраль-апрель следующего года. Понимаете, что пытались сделать русские, они пытались досидеть на этих позициях до зимы, надеясь, что генерал Зима поменяет расклады в европейско-американской политике, Украина будет получать меньше помощи и будет готова на переговоры. Параллельно провести референдумы для того, чтобы удовлетворить российское общественное мнение победой, расширением аннексии и всем остальным. Но украинское контраступление сегодня срывает эти планы. Я думаю, что и в сентябре, и в октябре, и в ноябре будет полыхать очень-очень серьезно. Это пиковые месяцы, но финальная попытка применять баланс, или предфинальная, скорее всего, стоит ее ожидать где-то в феврале, апреле следующего года, когда станут понятные итоги зимы, и понятно, как все стороны войны переживают этот период, с чем они выходят, с какими стабильностью, нестабильностью, деньгами, способностью, ресурсами они переходят в зимний период. И вот тогда будут какие-то финальные броски, финальные битвы. К сожалению, война продолжается. И было ли Харковское наступление поворотным моментом в этой войне, переломным моментом, покажут ближайшие месяцы. Пока что об этом сложно говорить, потому что мы понимаем, что, к сожалению, ставки повышаются. Еще буквально просто обращу ваше внимание, если изначально говорили о каких-то условиях мира, которые включали в себя внеблоковый статус, какие-то выносить за скобки Крым или Донбасс, какие-то параметры вооружения, то сегодня, но при этом имелось в виду сохранение легитимной власти органов управления, государственности, то сегодня на фоне этого обмена ультиматумами война приобретает все более и более тотальный характер, тотальное уничтожение, деструкцию форм государственного управления, форм цивилизационного существования украинского народа. Руслан, я благодарен вам за то, что в конце вы обратили внимание на очень важную вещь. Мы говорим зима, зима, вот будет холодно, а вы обратили внимание на то, что в зиму надо не только войти, а из зимы еще с чем-то выйти. И вот как раз этот осенне-зимний период это начало, но есть еще зимний-весенний. Руслан Бортник был моим собеседником, я благодарен вам за ваши мысли и за ваши... Спасибо вам, Александр. Спасибо, дорогие друзья, за то, что посмотрели это видео, берегите себя, впереди, как мы понимаем, еще очень много интересного. Увидимся скоро. скоро.